В округе состоялась завершающая в этом году встреча с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. О том, что беспокоит жителей, расскажут мои коллеги. Сделать аллею сплава, как раньше было, когда идешь на заводе, то есть там династии, скажем так, трудовые, ну, допустим, испытатели, что у нас везде были знаменитые испытатели, что у Миля. Сергей Белоусов работает в Национальном центре вертолетостроения. Промышленное предприятие находится в Томилине, на улице авиаконструктора Миля. Вечером тротуар погружается во тьму. Сергей Александрович попросил решить вопрос со священием и предложил создать аллею героев. Это воспитание молодежи именно в плане патриотического воспитания. И также прививается любовь к трудовым именно профессиям. А люберцы все-таки являются именно колыбелью, как получается, вертолетостроения. Здесь у нас работали Миль, у нас работал Камов. Пообещали рассмотреть этот вопрос и, скажем так, может быть, где-то и организовать взаимодействие непосредственно с заводом. Много обращений по качеству капитального ремонта жилых домов на улице Лорха, содержанию дворовых территорий и кровель зимой. Зинаида Гордашевская живет на школьной улице в Краскове. Как старшая по дому, обратилась с просьбой навести порядок в местах общего пользования. У меня вопросы с мусоропроводом были, с крыльцом ступеньки были. Обещали все мои заявления проверить и с ответом все уладить. На встрече рассмотрели вопросы продления 31 маршрута до жилого комплекса «Кореневский форт», строительство консультативно-диагностического центра на территории Красковской больницы, доставку почты в СНТ. Все обращения и просьбы зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.